Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Я продолжаю серию видеороликов о петунии, о выращивании цветов петунии, потому что эта тема очень огромная, она многогранная, ее как во время одного видеоролика не расскажешь. В предыдущем я рассказывала, как я составляю свой грунт, что ничего сложного в этом нет. Чем проще грунт, тем быстрее и легче у вас зайдут семена. Почему именно петунии? У меня в прошлом году очень много видеороликов. Почему именно петунии посвящаю столько много времени? Потому что она, во-первых, это почти одна из самых любимых декоративных культур большинства наших цветоводов. Вот эти яркие цветы, они как способны украсить и огород, наш участок. Также их выращивают и те, кто даже не имеет огорода и не принадлежит к нашей большой армии садоводов, огородников, которые, например, на балконах, где-то на веранде, на террасе выращивают. Очень много людей занимаются выращиванием петунии. Но это такая культура, такой цветок, который кому-то дается с первого раза, а кто-то несколько лет пытается вырастить и не может ее никак осилить. Вот я хочу именно достучаться, рассказать всем, что вырастить петунию это очень-очень просто. Главное не усложнять самим все это, и посев, и пикировку, и все на свете, составление грунта. Как можно более упрощайте и будет вам легче самим. Вот я сейчас расскажу. Есть несколько видов петунии, которые и отличаются формами, размерами. Есть вообще простые, есть махровые, есть всякие с гофрированными краешками. Мне вот нравятся вот такие вот с гофрированными краешками. Не махровые именно, а вот такие вот волнообразные. Но есть и махровые очень красивые. Но посевной материал у нас всего двух видов. Или простые семена, или гранулы. Они сильно отличаются, простые семена, их посеять в одиночку посложнее. А гранулы, вот видите зелененькие, их специально производитель окрашивает в светлый цвет. Если простые семена на земле нам не видны, то гранулы видны нам очень хорошо. Это все облегчает наш труд. И вот посев гранулами считается самым-самым простым. Преимущество в том, что они крупненькие, мы их сейчас разложим. Я в прошлом году даже раскладывала руками. Я просто беру гранулу, кладу вот в такую, ну как, делаю прям пальцем такую небольшую выемку, чтобы она никуда не скатывалась. Вот раскладываю. Тут две попалось, сейчас я их разделю. Ну, у этих гранул есть, конечно, и один существенный недостаток. Они очень дорогие. Они очень дорогие. Вот я открыла эту пачку. Где она у меня? А вот кринолин. Я в прошлом году выращивала, мне понравилось. Снова всего пять штучек. А могут стоить 30, 40, 50 рублей в зависимости от региона. Но зато их легко сеять, но, опять же, недостаток. Много их не навыращиваешь. Если вот такие простые семена, я методом посева сейчас, посола, методом посола посыплю, их несколько сотен выйдет, и я могу вокруг дома всю территорию усадить этими цветами, то вот этими вот гранулами сильно уже не проскидываешься. Я уже рассказывала, что когда грунт я приготовила, вот грунт, он увлажненный такой, рассыпчатый, но увлажненный, потому что больше поливать мы его не будем. Я разложила по контейнерам, какие-то в большой контейнер, какие-то сюда, и после этого я сбрызнула эпином, потому что мы укладываем обязательно на влажную землю. Когда я уложу эти семена, я прям тут же пальцем, прям немного-немного заглубляю. Нельзя его погружать полностью в землю, но и нельзя оставлять на поверхности, чтобы оно совсем выпирало. После этого также эпином смачиваю. Весь принцип выращивания рассады одинаковый, что для гранул, что для простых семян. Им нужно создать парниковый эффект, и вот в условиях парникового эффекта, при высокой влажности, при повышенной температуре, семена в течение недели, все семена всходят. Вот эти зеленые семечки. Их сейчас останется, только мне поместить в полиэтиленовый пакетик и поставить в теплое место. Самое главное делать ежедневное проветривание. Посев-то очень простой, но вот что после посева, если мы хотим получить хорошие, здоровые всходы и сделать так, чтобы там никаких у нас болезней не развилось, то вот этот мешок нам нужно ежедневно снимать, и желательно, он будет влажный там, и желательно выворачивать на другую сторону, чтобы влажность оставалась снаружи, а внутри он был сухой. Опять мы его помещаем, вот один день вытащили. Если утром встаете, перед тем, как идти на работу, или перед тем, как пойти там умыться, вынули мешочек, пока вы моетесь, утренние процедуры делаете, пусть кассета стоит на открытом воздухе, минут 10 ежедневное проветривание обязательно. Собрались уходить, вывернули мешок, раз туда опять всунули, все. Вот это первое, то, что вы должны сделать, первый шаг. Мало того, что посеять, нужно обязательно проветривать, и по мере подсыхания, если вы увидели, что у вас чуть-чуть подсыхает почва, нужно обязательно осторожно спрыскивать. Я опрыскиваю всегда розовым раствором марганцовки, это еще раз дезинфицирует все эти. Сбрызнула быстро, закрыла, все пошла. Ничего сложного нет, главное, не оставьте дня надво его без проветривания, и не оставьте, пожалуйста, на несколько дней без спрыскивания. Тут нужна золотая середина, нельзя пересушить, нельзя переувлажнить. Если вы будете внимательно относиться к нему, как к ребенку, к этому вот семечку, оно обязательно порадует вас хорошими дружными сходами и вот такими красивыми цветами. До свидания, в следующем видеоролике буду показывать простой посев методом посола.